Александр, он же грек. Раненый был, сильно раненый был Лёха. Это очень хорошие люди, наши люди, ополченцы. Под ногами разорванные куски бронежилета. Он был один на 13 человек, его просто повесили на дверь. После первого удара бойцы были ранены, установка выведена из строя, но обстрел продолжали. Грубо говоря, добивали, потому что били прицельно со всех видов тяжелой артиллерии. Недалеко сгоревший остров танка Серебан-Крестец. Здесь погиб экипаж командира с позывным «Мичман». Возле обломков крест, на нем шлемофон. Они хотели прикрыть нас, и в итоге тоже погибли. Всем экипажам. Позиции, из которых вели тот обстрел, потом были разбиты. Большое количество сгоревшей техники осталось на полях и в перелесках. Тяжелые потери понесли украинские силовики. Хотя украинские ли они были, в этом ополченцы сомневаются. Наемники, поляки точно были. Потом даже негры были. Их видели. Недавно мобилизованные, они не могли так точно все сделать. И так быстро. Это работали профессионалы. Судя по разбросанным боеприпасам, с вооружением у силовиков на этом участке проблем не возникало. Снаряды, начиненные поражающими элементами, металлическими стрелами, разбросаны повсюду. Вон их сколько. Жизни унесли бы. Уложено так хорошо. Тщательно. Такими фугасами самоходных орудий били по позициям ополчения и жилым кварталам. Вот такие веселенькие снаряды. Вот она подробная маркировка здесь указана. Здесь украинские подразделения разбили после окружения. Некоторые армейские части и сейчас в кольце. И хотя их уже не атакуют, они начали переговоры о сдаче. Без снабжения в котлах тяжело. Переговоры с окруженными частями сейчас ведутся. Отвод тяжелой техники с линии фронта украинская армия, если и начала, то не везде и очень медленно. По данным разведки ополчения, этому мешают подразделения нацгвардии и территориальных батальонов. Они даже вступают в перестрелки с армейскими частями, стреляют в своих. Видимо, заинтересованные в прекращении огня далеко не все. Николай Долгачев, Азат Атагонов, Андрей Руденко, Вести. Аб... Александр. Он же грек. Раненый был. Сильно раненый был. Леха. Это очень хорошие люди. Наши люди, ополченцы. Под ногами разорванные куски бронежилета. Он был один на 13 человек. Его просто повесили на дверь. После первого удара бойцы были ранены. Установка выведена из строя. Но обстрел продолжали. Грубо говоря, добивали. Потому что били прицельно со всех видов тяжелой артиллерии. Недалеко сгоревший остров танка Серебан-Крестец. Здесь погиб экипаж командира с позывным «Мичман». Возле обломков крест, на нем шлемофон. Они хотели прикрыть нас. И в итоге тоже погибли. Всем экипажем. Позиции, из которых вели тот обстрел, потом были разбиты. Большое количество сгоревшей техники осталось на полях и в перелесках. Тяжелые потери понесли украинские силовики. Хотя украинские ли они были, в этом ополченцы сомневаются. Наемники, поляки точно были. Потом даже негры были. Их видели. Недавно мобилизованные, они не могли так точно все сделать. И так быстро. Это работали профессионалы. Судя по разбросанным боеприпасам... До новых встреч!